Приветствую всех, друзья! Смотрим очередной разбор моей партии. Играл я белыми фигурами. Контроль времени 3 минуты плюс 2 секунды. И начинаю первым ходом, как обычно, ходом d4. Соперник отвечает d5. Здесь я вывожу коня на c3. Последовал ход e6 от черных. Сразу видно, соперник у нас любитель играть французскую защиту. Но здесь я также применяю свой фирменный ход f3. Да, движку не нравится этот ход. Отмечает ход f3 как ошибку. И по оценке движка, минимальное преимущество у черных. Но надо сделать еще ряд точных ходов, чтобы доказать это преимущество черных. Соперник сыграл c5. И здесь я долго проанализировав, думал, что же сильнее, e3 или e4. Кстати, у меня еще не было обучающего ролика по данному варианту. Ну, в общем, на примере этой партии мы будем учиться. Здесь я для себя решил, что сильнее e4. Происходит размен пешек на пункте d4. И черные с темпом развивают коня. Нападают на нашего ферзя. Но мы не уводим никуда ферзя. А здесь мы связываем этого коня слоном. Теперь конь не может взять нашего ферзя. Так как там король на связке. Соперник вот здесь уже ошибся. Он забирает пешку на e4. Но мы не спешим забирать пешку в ответ. А предварительно забираем ферзя. Но черным делать нечего. Приходится брать. Ну, а теперь берем пешку. И тут связывает нашего коня. Ну, и здесь я задумался. Эту позицию я играл впервые. Не припоминаю на моей практике, чтобы такое встречалось. И решил вылететь слоном чернопольным. Объявил шах. Черные двинули пешку f вперед. Закрылись. Я здесь решил сделать длинную рокировку. Ладьей объявляем опять шах. Соперник уходит королем неудачно. Как видите, по оценке движка уже нормальное такое преимущество у белых. Здесь еще шах. Теперь чернопольным слоном. Ну, и соперник дальше пошел погулять. Кстати, вернемся и здесь покажу один интересный момент. Мне не страшен был ход e5. Потому что у меня находился вот такой интересный здесь прыжок коня. И я забирал чернопольного слона соперника. Ну, а дальше с двумя слонами там попроще играть. В общем, давайте вернемся к партии. Здесь я объявил шах. Король ушел. Мы преследуем этого короля. Еще шах. Соперник отходит на a5. По оценке движка тут уже плюс 5. Ну, когда играешь партию, ты эту оценку движка не видишь. Поэтому сложно сообразить. Ну, я понимал все равно, что здесь преимущество у меня. Преимущество у белых. Здесь я решил все-таки забрать коня. Ну, не лучшее решение. Ну, да ладно. У меня свой план. И здесь я защищаю своего коня, чтобы после взятия стать вторым конем на c3. Соперник развивает свои фигуры потихонечку. Здесь я решил отогнать вот этого слоника. Ну, и происходит размен. Слона на коня. И дальше соперник очень грубо ошибается. Потому что здесь я залетаю ладьей на d7. Двойной удар. И теряется одна из фигур черных. Ну, тут соперник уже сдался. Ну, и так было непонятно, что делать черными. Если хотите, можете сами поанализировать. В общем, кому понравилась партия, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Смотрите мои другие видео, другие ролики. Там тоже много чего интересного. В общем, всем спасибо за просмотр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok